Ну что же ребята, добро пожаловать обратно на канал. Если ты новичок, то сегодня у нас с Бобби было очень короткое видео, но очень позитивное. Австралийский православный священник Голд Дэвид объявляет о своем обращении в ислам. Аль-Хамдулилах. Он сменил свое имя на Абдул-Рахман после того, как нашел истину в священном Коране. Вот мы и на его официальной странице в Facebook. Конечно, здесь его по-прежнему зовут Золотой Давид. Ему пришлось бы сменить свое имя на законных основаниях, прежде чем это отразилось бы и на Facebook. Однако я хочу показать тебе, что этот человек действительно был православным священником. Если прокрутить страницу вниз, то можно увидеть его здесь в православной одежде, который проповедует массам. Мы все еще можем увидеть здесь комментарий годичной давности «Хорошо выглядишь, мой дорогой отец». Это то, что мне самому показалось таким странным, ведь я вырос в христианской семье. Когда я наконец прочитал всю Библию целиком, я, конечно же, нашел отрывки, в которых говорится, что мы никого не будем называть отцом. Однако в христианстве священников называют отцами. Те вещи, которые вы найдете в Библии, действительно заставляют задуматься. И я, конечно же, приведу довод. Если вы внимательно изучите Библию, а затем прочтете Коран, это просто сработает, и у вас не останется иного выбора, кроме как принять ислам. Здесь мы можем увидеть еще несколько фотографий, которые он опубликовал. Это православные иконы, которым он поклонялся, я полагаю, будучи, конечно, православным христианином. Вот и снова всего год назад он опубликовал пост, в котором обратился к своим братьям и сестрам в православном христианстве. Пишет он, «Дорогие братья и сестры, в Австралии отец Марк Уоллесон неустанно трудится над распространением веры и воспитанием кота-человеков, привлекая многих к православию. Сейчас, не спрашивая, он отчаянно нуждается в помощи, чтобы провести операцию с высоким риском и высокой стоимостью и так далее. И так далее. Называй как хочешь. Так что здесь он по-прежнему выступает за распространение ортодоксии, особенно в Австралии, откуда он по-видимому родом. И здесь мы находим сообщение от 18 января, так что на самом деле меньше года назад он все еще публиковал это изображение Иисуса Христа. И в нем говорится, назвал тебя своим возлюбленным сыном. Еще раз повторю, всего несколько месяцев назад он все еще пропагандировал православие со всеми вытекающими отсюда последствиями. Иисус Христос, якобы Сын Божий, Троица и так далее. Давай просто просмотрим еще несколько фотографий, которые он выложил. Здесь ты видишь, как зажигаются церковные свечи. Здесь снова изображено много-много икон, еще одна церковь. Это было еще в мае. А вот здесь, 20 мая 2023 года, предположительно произошел сдвиг, так как тут некто изображенное покрытой, что, конечно, напоминает ислам. Но на самом деле ключевым показателем здесь является текст. Прочитай это и обрати на это внимание. Мы должны подчиниться Божьей воле. Звучит знакомо? Пути Господни кажутся трудными для понимания, но они предопределены провидением и служат нашему благу, о чем мы скоро узнаем. Итак, теперь, когда он принял ислам, оглядываясь назад, я думаю, что это уже намекало на его возвращение к исламу. Конечно, люди, которые знают, нет. Подчинение Божьей воле — это ислам. Вот что на самом деле означает ислам, подчинение Богу. А затем, в сочетании, конечно, с женщиной в покрывале, я верю, что именно здесь действительно произошел сдвиг. Но давайте продолжим. Здесь мы все еще видим изображение Агнца Божьего, то есть Иисуса. А здесь, с другой стороны, просто изображение природы, еще одно изображение природы, еще одно изображение природы. Я не знаю, что это такое. А потом мы видим Коран. Это действительно удивительный человек. Еще раз повторю, когда мы прокручиваем хронологию назад, ты сам это видишь. Именно в этот момент определенно произошел сдвиг. Женщина в покрывале подчинила свою волю Богу. А если пролистать дальше, то больше ничего о христианстве не найдешь. Ты просто найдешь природу, природу, природу. И это, конечно же, то, к чему призывает нас Коран, размышлять о природе, видеть чудесное творение нашего Господа, конечно же. Если мы продолжим дальше, то тут природа, и снова что-то неизвестное мне. А потом друг бум. У тебя есть Коран. Прокручивая дальше, мы видим гору, а затем мечеть, действительно красивую мечеть, должен сказать. А теперь мы видим новую фотографию профиля, где он с бритой головой. Так что это в ноябре этого года. Даже если он не заявил об этом официально, то я думаю он принял его в сердце. Потому что следующий пост, который ты можешь найти, это Сура Алькасас. Мой Господь, действительно, я причинил зло своей душе, так что прости меня. И это, конечно, очень сильно звучит в устах православного священника. И еще раз повторю, ребята, я сам вырос в православной семье. Я не был священником, но суть в том, что православие означает правильный путь. Каждый ортодоксальный христианин, который твердо верит в свою веру, конечно же верит, что это правильная религия перед Богом, что это, так сказать, откроет врата рая. Это наш билет в рай. Однако этот священник, проработав несколько лет православным священником, читает Коран и понимает, что причинил зло своей душе. Поэтому он ищет покаяние у Всевышнего, ни у Иисуса, ни у Марии, ни у Святого Духа, а непосредственно у Бога. А теперь давайте посмотрим еще несколько фотографий из его прошлого православного священника. Здесь вы снова можете увидеть его в полном облачении. Мы уже видели этого человека здесь на мессе с крестом, совершающего крещение. Зацени-ка вот это. Еще раз повторю для тех, кто не верит, что он был истинным православным священником. Вот здесь он сам проводит крещение с иконами. Есть кое-что, что лично меня бесило, когда я был православным христианином, золото повсюду. Не пойми меня неправильно, мне нравится эстетика золота. А кому это не нравится? Однако найти его в месте поклонения, кажется таким помпезным, таким неуместным. И это действительно то, на что люди на Балканах довольно часто жалуются. Они говорят, эй, мы голодаем, у нас нет денег, а эти священники просто украшают себя золотом. Вот здесь ты снова видишь его перед церковью, вместе с другими священниками и монахами. Ты снова в этом наряде. Он, очевидно, был православным священником. А теперь посмотри на это, у нас есть пост в группе Facebook под названием «Новая ассоциация помощи мусульманам», и 3 декабря он пишет, «Ассаламу алейкум, я верующий из Тасмании. А до этого я был православным священником. Я был бы рад поддержке и дружбе, поскольку я стремлюсь углубить свой иман. Теперь я Абдул-Рахман, стремящийся служить Аллаху». И он публикует фотографию «Субханалах, Аль-Хамдулилах, Ла-Илахай-Лалах, Аллах-Акбар». Все в порядке, ребята. Вот и все для сегодняшнего видео. Аль-Хамдулилах, у нас есть еще одна возможность вернуться. Однако, конечно же, в глазах Господа мы все одинаковы, мы просто люди. Но для этой дуньи в этом мире, конечно, крайне важно, чтобы другой священник принял ислам, особенно православный, потому что, как я уже неоднократно говорил, для этого мира чрезвычайно важно, чтобы другой священник принял ислам, особенно православный христианский священник. Потому что, как я уже неоднократно говорил на протяжении всего этого видео, да, я сам происхожу из ортодоксальной христианской семьи. Но, честно говоря, ты же знаешь, как устроено интернет-сообщество. Они скажут тебе, что на самом деле он не был христианином. На самом деле он не был ортодоксальным христианином. Ну и что с того, что он родился в ортодоксальной христианской семье? На самом деле он не практиковал яда-яда-яда. Какой бы аргумент я ни привел, для интернет-сообщества это не имеет значения, и это нормально. Однако, что бы ты сказал о православном священнике? Разве он не был по-настоящему практикующим? Разве он неправильно относился к христианству? Он на самом деле не понимал троицу. У него слишком низкий коэффициент интеллекта. Возможно, он слишком глуп. В чем была проблема с этим человеком? Возможно, дьявол сбил его с пути истинного. Вот что скажут христиане. Но посмотри на него, старик. Он уже взрослый мужчина. Он, конечно, пожилой джентльмен, и он уже много лет является священником. И сейчас, на более позднем этапе своей жизни, он, наконец, принимает ислам, аль-хамдулилах, после прочтения Корана. Разве это, по крайней мере, не интригует тебя? Почему бы тебе самому не взглянуть на это? Допустим, ты ортодоксальный христианин, ты христианка, ты видишь это, и это вызывает у тебя абсолютное отвращение. Тебе это не нравится. Как он мог? Это богохульство и так далее. И так далее. Называй как хочешь. Но разве ты не заинтригован? Что же этот человек нашел в Коране? Как я уже неоднократно говорил, для меня это было то же самое. Я вырос в семье, ненавидящей исламу. Но что же я такого сделал? Я открыл книгу врага. Я заглянул в нее, и то, что я обнаружил, просто не могло мне поверить. Как только я нашел этот чистый монотеизм в Коране, я понял, что нашел послание Бога. Но если ты не веришь мне, то не веришь и Голду Дэвиду, бывшему священнику. Все в порядке. Просто открой сам Коран и попробуй опровергнуть его так же, как это сделал я. Но для этого нужно мужество. Я знаю, потому что многие христиане, мои бывшие последователи, обращались ко мне и говорили, чувак, Бобби, я желаю тебе всего наилучшего. Ты знаешь, я действительно ненавижу ислам, но слушая тебя, я понимаю, что в этом есть большой смысл. И теперь я боюсь открывать Коран, потому что не хочу быть мусульманином. Именно так говорят люди, чувак. Они так боятся той преобразующей силы, которой обладает Коран. Но если ты тверд в своем убеждении, что это неправильно, открой его и попытайся опровергнуть. И более того, если ты действительно ищешь истину, чего ты боишься. Открой это и прочти. Если это не соответствует действительности, не беспокойся об этом. Но если это правда, то у тебя нет другого выбора, кроме как принять это. Ладно, ребята, на этом сегодняшнее видео заканчивается. Если оно тебе понравилось, ставь палец вверх, подписывайся на канал, если еще не сделал этого, и переходи по ссылкам в поле с описанием для дальнейшей поддержки моей работы. Большое спасибо вам за постоянную поддержку, ребята. И как всегда, да благословит вас всех, Господь. Желаю вам много любви и мира.